приветствую всех на канале сад флоксов наше сегодняшнее видео это продолжение нашего сериала про цвета флоксов и сегодня как вы понимаете мы рассматриваем цвета вишневые и пурпурные раньше мы смотрели про коралловые и рассматривали белые флоксы но вот сегодня такие яркие насыщенные эти флоксы прекрасно и замечательно в саду они всегда привлекают внимание и всегда на них люди обращают свое внимание вот прям вот целенаправленно подходят именно каким-то таким оттенков пурпурным и к вишневым есть один минус очень очень тяжело такие флоксы снять на камеру так чтобы цвет был передан очень очень по многу делаешь фотографии и далеко не всегда ни с первого ни со второго раза не получается истинный цвет поэтому сегодняшнем видео вы можете для себя отметить что какие-то они все абсолютно одинаковые ну да действительно на фотографиях на видео частенько они получаются абсолютно одинаковые но в жизни они все же друг от друга отличаются я не знаю но мне хотелось летом следующем попробовать сделать видео прямо в саду оторвать у каждого сорта по одной по одному соцветию и все это вместе как-то на столе разложить и прям вот пройти вот так вот и подряд показать кто чем отличаются формы соцветия оттенком там еще чем-то сроком цветения не получится потому что те кто цветет раньше не получится сравнить с теми кто цветет позже но по крайней мере вот идея такая есть если получится это будет здорово мне кажется это будет интересно но давайте теперь приступим к обзору я конечно не могу называть вообще все сорта потому что у меня не растут на участке все сорта данного цвета ну я могу показывать и рассказывать о тех которые я выращиваю своем саду либо которые я видела на выставках и начну я сорта бомбини черри краж и сорта бомбини это флоксы невысокие пригодные для бордюра для переднего плана и вот среди этой серии вывели отличный флокс вот такого как мы любим бордового вишневого цвета замечательные красивые небольшие соцветия очень хорошо смотрятся следующее следующий сорт пурпурная малышка это а графируем поиска борисова и корчагин борисова вера германа она вывела этот флокс он тоже не высокий не крупный и красивого такого насыщенного пурпурного цвета следующий флокс давнишней уже селекции прошлого века по моему 97 года называется анюта флокс юрия андрея череплева красивый флокс яркий насыщенный в садах встречается не очень часто следующий флокс моей селекции называется атака он очень яркий он очень видный он высокий он возвышается над всеми флоксами у него большие крупные соцветия очень ярких цветов следующий флокс болеро тоже моей селекции он как сказать ниже он обычного размера обычной высоты флоксов где-то там 80 90 яркий красивый очень привлекает внимание название соответствует мне кажется вот как раз в балете именно такие тона в костюмах как и этот флокс мне он очень конечно же нравится я его не могла не отобрать но я понимаю что он очень нравится вам поскольку он всегда очень быстро заканчивается следующий флокс любимец по моему всех веншин дэн шон это немецкая селекция карл форстер он обалденный он очень насыщенного цвета густого вишневого густого цвета с ярко-белым контрастным центром смотрится обалденно всегда на всех выставках всегда обращался на себя внимание занимал первые какие-то или вторые места в общем флокс супер best of the best всем рекомендую этим летом дам его на размножали очень много должен быть у нас на осень следующий флокс вечернее осветание он немного более лилово-вишневый чем основная здесь присутствует группа флоксов но он тоже относится к ним же его не сказать что он лиловый он все же вишнево-пурпурный ну вот пурпурный скорее можно так сказать он меняет свой оттенок от более малинового днем к более лилово холодноватым пурпурно-лиловым вечером очень интересно очень красивые цветки среднего размера но все как я люблю 4 сантиметра замечательные красивые следующий флокс который мне очень понравился на выставке я увидела вишневая шаль селекции елена алексеевна константиновой он не такой темный он среднего вишневого цвета такой очень яркий и замечательно мне кажется он смотрится все его характеристики как и все остальные phlox елена алексеевна замечательны следующий флокс любимый мной моей селекции вишневое вино яркий прекрасно разрастается всегда замечательно черенкуется флокс обалденный всегда на всех фотографиях все спросят а что это там справа слева сзади что это за такой красивый вишневый флокс вот вишневое вино замечательной прекрасной обожаю его следующий флокс валь пурпурная елена алексеевна константиновой флокс сложно сказать его к вишневым или к пурпурным притянуть но как бы вот он они малиновые не пурпурные не вишневый но все же ближе к этой гамме чем он интересен он не не очень крупные цветки собранные в хорошие крупные соцветия замечательно смотрится прекрасно разрастается украшение любого сада следующий флокс один из моих любимчиков это далила или делайла флокс иностранной селекции мелко цветковый очень темно вишневый или темно-пурпурный он очень привлекателен в саду сразу хочу сказать еще один есть сорт рейвинг бьюти они очень похожи залил и я честно говоря не очень не понимаю в них разницу ну вроде как продают как два разных сорта но в саду реально они и по высоте и по размеру цветка и по цвету они какие-то уж очень друг на друга похожие но оба сорта привлекательные всем кто любит не крупные не очень высокие очень насыщенного темного глубокого цвета рекомендую это супер вообще супер флокс следующий сорт калиостро селекции елена алексеевна константиновой очень насыщенный пурпурный вишневый замечательный флокс так еще он имеет красные побеги они такие не бывают флокса с коричневатыми побегами с темными да а у этого какие-то они прямо красно-вишневые они такие яркие они такие красивые этот флокс всегда можно отличить саду даже до цветения по цвету его стеблей следующий флокс тоже я сюда притянула не очень понимаю точно правильно или неправильно сделала это сорт иностранной селекции катя как они пишут катя он такой насыщенный лилово-вишневый с посветлением в центре и еще в центре более темное колечко соцветия у него не крупные шарообразные цветет хорошо достаточно ну хорошо долго массово разрастается замечательно но вот не могу сказать что прямо вот у него супер вишневый оттенок все-таки какой-то присутствует немножечко лиловатость розоватость что-то из этого но так очень красивый следующий флокс колдун вообще меня очень привлекает его очень люблю он такой классный он такой крепкий у него огромные толстые стебли его вообще с места не сдвинуть никаким ураганом у него обалденные цветки замечательные соцветия цвет просто вообще обалденный я увидела когда на выставке первый раз я просто обалдела вот этот цвет вот эта мощь вот это вообще все что я люблю все что я хочу очень нравится некоторые почему-то его не покупают типа ой мне не нравится название колдун но не знаю прекрасное название прекрасный флок супер рекомендую всем кто любит вот такие крепкие яркие насыщенные флокса следующий флокс краса россии тоже любимец всех первый раз я его увидела на выставке потом у меня уже в саду достаточно давно растет а я считаю что он от веншин деншин произошел он похож по расцветке немножечко более светлый немного другой формы соцветия ну а так конечно очень очень конечно привлекателен замечательный и полностью соответствует своему названию до краса россии он очень очень красивый следующий флокс кураж питерской селекции оксана кудрявцевой очень я его люблю тоже он крупный вот до этого я перечисляла флосе флокса они были среднего размера или мелкого размера а этот крупный прям почти пять сантиметров каждый цветок все как я люблю круглые соцветия крупные цветки очень яркие видны издалека замечательный когда на выставке этот флокс стоял все к нему прямо бежали потому что его вот этот контраст белого и насыщенного вишневого он замечательный следующий флокс модерн арт иностранной селекции он не такой замечательный яркий как предыдущий но он тоже красивый можно сказать что он немного более приглушенного цвета вот среди этой нашей вишнево пурпурные гаммы немножечко более приглушенный но все вместе с тем красивый можно даже сказать что не только приглушенным как будто от к вишневому добавили красноватого и и чуть-чуть еще заглушили и вот такой красивый интересный оттенок получился он не одноцветный у него в середине есть посветление замечательно разрастается всегда тоже красиво смотрится замечательный он всем нравится следующий сорт моей селекции московская полночь он с днем более вишневый розовый вишневый можно так сказать а к вечеру он становится просто конкретно вишнево-пурпурный помещениях смотрится таким же оттенком он не одноцветный в середине является в середине у него имеется более темное колечко очень красиво расположены цветки на соцветия и мне этот флот конечно очень нравится привлек сразу когда еще он был сеансом в младенчестве среди всех он выделялся очень своим цветом и своим красивым сложением куста следующий сорт ники не могла его сюда не включить хотя он тоже немножко более пурпурно-лиловый чем он хорош он яркий он темный вечером он вообще темный хорошо разрастается его очень любят он всегда пользуется спросом следующий флок с моей подборки называется мексика долго не могла найти название этого своему сорту он сюда подходит по своей основной гамме цветка лепестка но он и иногда становится дымчатый это зависит от погоды то есть более прохладное лето он становится дымчатый в более жарко он стоит вот такой яркий вишневый с красивыми соцветиями и они отличаются от основной массы соцветий тем что они не такие прямо вот полностью заполненные цветками они немного более рыхловатый но это не минус это плюс потому что сейчас часто бывают когда летом ураганы дожди и все остальное вот эти вот соцветия которые полностью набиты цветами не очень от этого страдают а те соцветия которые более рыхловато они намного быстрее просыхают и не портятся и стоят сразу же замечательно уже спустя полчаса после дождя следующий флок с моей селекции разгуляй он очень насыщенного вишнево-пурпурного оттенка цветы его не очень крупный не мелкие но и не крупные где-то там 3537 сантиметров соцветия громадные они бывают вот такой вышины немножечко такими этажами но всегда смотрится очень красиво и на выставках его всегда хотели и в саду когда приходили спрашивали всегда ой что это такой за сорт там яркий красивый хочу хочу но и да всегда вот он у нас на сайте тоже заканчивается одним из первых следующий сорт нашей подборки рихард зорге селекции елены алексеевны константиновой очень яркий очень красивый сорт малиново-вишневый или малиново-пурпурный такой всегда стоит его вот видно тоже издалека как и колдун как и многие другие этот флокс вот он издалека виден очень красиво смотрится всегда нравится а еще тем что он не очень высокого роста у многих людей привлекают флокс и не очень высокого роста следующий флокс рыцарь мечты селекции галины андреевны морозовой из двери очень красивый флокс вот все что в этой подборке вот он максимально подходит вишнево-пурпурный с красивыми соцветиями с красивыми цветками красивые замечательные стебли все подходит просто и название обалденное рыцарь мечты вот все что мы любим все что в этом флоксе она полностью откликается в этом названии следующий флокс который я очень люблю таганка селекции елена алексеевна константиновой и он тоже полностью соответствует он насыщенный пурпурный у него достаточно крупные цветки как я люблю он очень яркий он бросается в глаза издали всегда к нему тоже люди стремятся подойти и спросить что это такое красивое и мне кажется что название таганка она полностью отражает вот эту вот яркость потому что таганка это яркое место в москве дальше еще идет один флокс называется шансон это флокс селекции пор поиска борисовый корчагин очень яркий флокс я его очень люблю он мне очень нравится но почему-то среди людей он нет недооценен как мне кажется что его должны раскупать одним из первых вот примерно так же как другие которые заканчиваются первыми но почему-то он всегда у нас остается он такой яркий он такой красивый у него такие крупные шапки он замечательно у него достаточно крупные цветки вместе с тем он замечательно переносит любую погоду непогоду и на солнце он замечательно и в дождь замечательно вот ну супер флокс просто не понимаю почему не все хотят его купить разрастается быстро вкус смотрится всегда замечательно очень очень и очень красивый флокс следующий флокс ялтинская ночь селекции казакова бориса григорьевича он имеет немного более другой оттенок он как бы сказать уникальный вот этот ялтинская ночь его ну по крайней мере для меня стоило один раз увидеть и этот оттенок я пока что еще не видела больше ни у какого другого флокса очень интересный красивый он подходит под описание вишневый не пурпурный все-таки больше вишневый можно сказать опять сказать розово-вишневый яркий насыщенный достаточно хорошие большие соцветия немножечко более разреженные чем прям полностью закутанные цветками но он стоит того чтобы иметь его в своем саду это флокс интересные у него тоже интересные стебли не зеленые ник не коричневые тоже какие-то имеет красноватые оттенки и заканчиваю я свой обзор флоксом которые мне кажется является номером один в моей сегодняшней подборке вишневых и пурпурных флоксов это флокс эсмеральда его хотят вообще все все и все время это селекция валерия егоровой ее селекция славится такими красивыми яркими насыщенными флоксами за которыми вечно все гонятся она прекрасный селекционеры она мой один из любимых селекционеров и все ее флокса мне очень нравится но эсмеральда это что-то это какое-то роскошь и богатство яркий насыщенный глубокий цвет хорошие соцветия хороший рост хорошие стебли все вообще супер поэтому да я согласна это номер один мне очень очень нравится этот флокс эсмеральда имеет оттенок практически такой же как мой флокс болеро как флокс рыцарь мечты как флокс васюгане в нашей подборке его нет потому что у меня нет его фотографии но цвет один но на данный момент вот эсмеральду эту хотят больше 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 всего мы ее тоже начеренковали поэтому на осенний каталог она у нас будет флокс очень очень красивый и вообще я надеюсь что наша сегодняшняя подборка была интересная для вас она была очень яркая в саду конечно столько флоксов наверное невозможно посадить на 6 сотках только вишневых и пурпурных оттенков но хотя бы если штучек 5 6 7 посадить разных разной высоты разного срока цветения я думаю что вы будете очень и очень довольны потому что этот цвет он красивый яркий замечательный и он всегда привлекает внимание спасибо всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и конечно же пишите в комментариях какие у вас растут флокс из нашей сегодняшней подборки